Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Worm 2048, либо же 2048, не знаю как правильно говорится это число. Значит, чтобы получить скрипт, переходим на мой личный сайт, также ссылка на него как всегда будет в описании. Если у вас нет никого у чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. После того, как скачали чит, пишем в поиске название этого режима, нажимаем поиск, и вот появляется скрипт на этот режим. Пока что он один, больше к сожалению я не нашел, но если есть другие, то этот самый нормальный из всех остальных. Вот. Так что, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать, далее еще раз скачать, и вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт, дальше заходим в настройки, и желательно используем DLL от KRL, потому что с KRL намного больше работает скриптов. Также можете попробовать на VR Devs, но не факт то, что он у вас будет работать. Честно, я не проверял, не знаю работает или нет, но вы можете проверить. А также напомню то, что KRL используется с ключ-системой. Дальше возвращаемся обратно, нажимаем Inject, и ждем пока заинжектимся. Так, все отлично, Inject прошел. Ключ у меня сегодня не просит, потому что я уже сегодня его получал. Ключ нужно получать раз в день, и когда вы в день, допустим, сегодня получится ключ, он у вас весь день его просить не будет, только начнет завтра просить. Так, теперь все, что остается, это нажать на кнопочку Xcode. Нажимаем, и появляется скрипт. Отлично. Так, ну что, погнали тестить. Единственное, что я очень долго буду копить 16 тысяч, но ладно, в принципе, не суть. Короче, значит, смотрите, здесь есть, получается, ну, два вида фарма. Первый это автофарм, который рекомендует нам использовать, если у нас больше 32 блоков. Дальше остальные фармы, это получаются единичные цифры, ну, то есть числа. То есть, допустим, смотрите, включаю на фарм 2х, и мне будут выпадать только двойки. Если я включу четверки, мне будут выпадать только четверки. И так далее, я думаю, вы поняли. А также, к сожалению, фарм 32 и 64, он работает криво. То есть, допустим, сейчас вот, все, вот у меня, получается, число 32 стало на змейке. Включаю этот фарм. Смотрите, он начинает постепенно фармить, но в какой-то момент он просто останавливается, видите. А также на 64 работает. Мы включаем, он вроде начинает работать, но в какой-то момент останавливается. То есть, тут вот даже указано то, что это работает криво. А также здесь есть скорость. Можете любую скорость себе сделать, которую хотите. Можно больше, можно меньше. Также прыжок. Тоже больше или меньше можно сделать. В принципе, на ваше усмотрение, можете вообще не использовать. И давайте включим автофарм, который нам рекомендуют. Нам нужен размер от 32. Включаем и смотрим, что происходит. И как видите, с помощью этого фарма мы намного быстрее набираем... Как сказать-то правильно? Набираем, получается, числа. А тут спавнится, как я понимаю, скорее всего, 32 блоки и 64 блоки. И как видите, они когда спавнятся, здесь ошибка никакая не происходит. Так, ко мне другая змея едет. Улетаем от нее быстренько. Все. И здесь стоим. Вот. И как видите, вот этот автофарм полностью рабочий. Он не лагает, ничего с ним не происходит. Единственное, что то, что очень много чисел появляется. И они очень долго складываются. Но в целом, в принципе, не страшно. Так, тут блоки немножко разлетелись. Это плохо. Собираем эти блоки. Обязательно. Так, какой он, блин, все-таки настырный. Нафига он со мной едет? А если, допустим, выключить, они успеют собраться вместе или нет? Потому что, по идее, насколько я знаю, такого не должно быть. Они должны, когда спавнятся, сразу собираться. Но у меня почему-то очень большой хост появился. Так, опять он едет, как он меня задрал уже. Так, опять включаем этот фарм. И они заново начинают спавниться, как видите. Но их очень много становится со временем. А как же он меня замучил? Опа! Плюс 1К размера дали. Отлично. Так. И теперь из оставшихся функций. Это у нас осталось Kill Closest. Это, короче, функция отвечает за убийство игрока, который находится рядом с вами. И есть функция Kill All. Честно, до записи видео я проверял эту функцию Kill All. Короче, когда я начал убивать всех подряд, я не знаю, может быть, меня античит задетектил или еще что-то произошло, короче, и у меня полностью мой размер змейки, он потерялся. То есть я тогда на карте был самым сильным, включил вот эту функцию Kill All. Он вроде бы начал всех убивать, но буквально там через 10 секунд у меня полностью слетел мой весь размер. Не знаю, с чем это было связано, но, скорее всего, это либо баг скрипта, либо античит какой-то стоит в игре. Так что желательно лучше использовать функцию Kill All. Kill Closest. Можно ее сейчас нажать. А, все, я топом стал, отлично. Вроде бы как. Не факт, конечно, то, что я его убить смогу, но давайте попробуем. Так, вот я тпхнулся на кого-то. Я его вроде бы как убил, если не ошибаюсь. Так, давайте еще раз рискнем, попробуем. Так, вот как видите, я на ближайших игроков тпхуюсь и их убиваю. Так, я смог вынести его или нет? Я пока не понимаю, что-то. По идее, я его должен выносить, но я почему-то его не выношу. О, плюс 4000 дали размеры, отлично. Короче, тупо мы с ним сейчас файтимся, но я его пока вынести... Каким образом он меня вынес? Вот, вы видели это? У меня размер больше был, чем у него. Намного больше был. Вот у меня было 16000-4000. А, нет, 16000-8000 было. А у него тупо просто 16000 было. И он меня каким-то образом вынес. Короче, бред какой-то. Ну, функцию Kill All сейчас смысла показывать нету, потому что я потерял весь свой размер. Если бы у меня максимальный размер был, то можно было бы показать. Потому что если я сейчас включу, меня, естественно, убьют. Вот, смотрите. Как видите, там, я умер. Вот. Ну, в принципе, все функции показал. Буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айзбан. Всем удачи и пока.